Здравствуйте, это новости Дагестана. Меня зовут Хатима Буталибова и коротко о главных темах напуска. На улицу выходить невозможно, окна открывать невозможно. Мы тоже люди. Помогите нам, пожалуйста. Песчаная буря в Белиджи подняла бурю возмущения у людей. О том, как работа карьеров, довела местных жителей до отчаяния, расскажем через минуту. Убедительные просьбы вас услышат нас и принят меры. Лезгинка в аэропорту и встреча в интернате для сирот. В Махачкалу с рабочим визитом прибыла уполномоченная при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова. В морском порту Махачкалы большие перемены. И не только кадровые. Дорогу мы начали строить, как говорится, первые шаги сделали в 2014 году. Имея практически 1-2 единицы техники, и, как говорится, не имея ни на кабельке в карман. Не рубля из бюджета. О том, на какие средства и для кого строят народную дорогу в Буйнакском районе, узнавали наши корреспонденты. Природная стихия ударила по горным районам Дагестана. Обильные осадки спровоцировали массовые селевые потоки и сходы горных пород в Ботляхском, Ахвахском, Сумадинском районах. А в Дахадаевском районе ливни привели к обвалам на автодороге Шахбан-Махи до Акар-Узрал-Махи. Движение транспорта на данном участке прервано. Песок вывозят одни, пылью дышат другие. Жители поселка Белиджи Дербенского района требуют встречи с Сергеем Меликова. Люди обращаются к главе республики с просьбой остановить творящийся у них беззаконие. Они недовольны, что рядом с их населенным пунктом работают незаконные, по их мнению, песчаные карьеры. Причем второй карьер появился совсем недавно. Как, на каком основании этим людям, я не знаю, как назвать их людьми, карьер, которые 10 гектаров уже привели в экологическую катастрофу. Плюс к этому еще 15-23 гектара хотят открыть еще один там карьер. Это уже будет просто невыносимо. Убедительные просьбы у вас услышат нас и решат принять меры. На улицу выходить невозможно, окна открывать невозможно. Мы тоже люди. Помогите нам, пожалуйста. Не знаю еще, что сказать. В республику с рабочим визитом прибыла уполномоченная при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова. Она провела встречу с главой региона Сергеем Меликовым и посетила Махачкалинскую школу-интернат для детей-сирот. Главного детского омбудсмена сопровождали ее коллега по региону Марина Ежова и представители столичной мэрии. В московской гости организовали ознакомительную экскурсию и рассказали о работе с воспитанниками. Для гостей была подготовлена концертная программа, приуроченная ко Дню России. На месте Мария Львова-Белова пообщалась в неформальной обстановке с детьми, поинтересовалась дальнейшими планами и формой обучения. Я посещаю Дагестан с рабочим визитом. Знаю, что у вас не было федерального полномоченного уже около 10 лет. И так как мы очень близки с Сергеем Олимпичем, были вместе в Совете Федерации, обучались в президентском кадровом резерве, мне было важно в новом назначении посетить сегодня ваш регион. Не для того, чтобы посмотреть или проконтролировать, потому что контролирующих органов и так достаточно, а для того, чтобы понять, где есть места, которые можно усилить, да и каким образом мы с федерального центра можем поддержать работу, вообще связанную с детством. С 1 июня пенсионный фонд увеличит размер пособий на детей и беременных женщин. Суммы выплат будут установлены, исходя из нового прожиточного минимума. Ежемесячная выплата женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности, составит почти 7 тысяч рублей. Повышение выплат коснется также и детей от 8 лет в малообеспеченных семьях. Пособие на семью с одним родителем составит от 6 тысяч 300 рублей и выше, в зависимости от дохода семьи. Первыми выплаты в повышенных размерах получат родители, которые оформят пособие в июне. Зачисление средств происходит в течение пяти рабочих дней после того, как принято положительное решение по заявлению. Товары по морю. Иран изъявил желание сотрудничать с Дагестаном через Махачкалинский порт. Во время рабочего визита иностранной делегации были обсуждены вопросы импорта фруктов, размещения на территории предприятия контейнеров-рефрижераторов и растаможки скоропортящихся продуктов. Такой фактор, как низкий тариф на перевалку грузов среди всех Каспийских морских гаваней, и послужил причиной рассмотрения вопроса о сотрудничестве с республикой. Между тем, в Махачкалинском торговом порту назначен новый руководитель. Предприятие возглавит Рустам Керимов, прежний гендиректор рыбного порта Порт-Петровск. В Дагестане расширят до четырех полос 80 километров трассы Кавказ. Об этом сообщает Росавтодор. Планируется обустройство с семи участков автодороги федерального значения Р-217. Капитальный ремонт проведут близ Хасавюрта, Избербаша и Мамиткалы. На отрезках Индерей, Старый Бавтугай, Кайкенджимикент, а также на двух участках отрезка Учкент-Каркмаскала. В сутки здесь проезжают свыше 35 тысяч автомобилей. Большие объемы грузоперевозок и ускоренное развитие туризма требуют оперативного принятия мер. Так, до конца 2023 года в эксплуатацию ведут 53 километра, а в 2024 еще 25 километров. Дороги оборудуют тросовыми ограждениями, светофорами и отражателями. А для жителей населенных пунктов благоустроят пешеходную среду. Объем финансирования около 13 миллиардов рублей. Именно столько средств было выделено в 2021 году на развитие дорожной сети Республики Дагестан, включая автодороги территориального и местного значения. Эти и другие статистические данные были озвучены на итоговой коллегии Министерства транспорта региона. Руководитель ведомства Джамбулат Салавов отметил, что за это время был проведен капитальный ремонт более 600 километров автодорог и 12 мостов. А работы по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», по его словам, за прошедший период удалось выполнить в полном объеме. Тем временем не все ждут господдержки, а строят и ремонтируют дороги сами. Вот уже восьмой год в республике проходит масштабная народная стройка так называемой «Дороги предков» Бузна-Санух. Новая транспортная линия соединит город Буйнакск со священной горой Ахульго, равнины Дагестан с его горной частью. Сейчас проложено уже 80% трассы. Подробнее о «Дороге предков» для будущих поколений расскажет Патимат Ханапова. Это самое главное желание, чтобы эту дорогу по-быстрее закончили и видеть, как наши ребята по легкому пути могли ездить хорошо, нормально. Завершение строительства народной дороги с трепетом ждут десятки тысяч неравнодушных людей. Эта транспортная линия для дагестанцев имеет особую ценность. Во-первых, с ней связана большая история предков. Во-вторых, строится она на частные пожертвования. Каждый день на протяжении восьми лет тут проводится кропотливая и качественная работа. Уже проложено более 25 километров дороги. Дорогу мы начали строить, как говорится, первые шаги сделали в 2014 году, в конце декабря. Имея практически одну-две единицы техники, и, как говорится, не имея ни на кабельке в кармане. И надеясь, что дагестанцы поддержат эту инициативу с упованием, что Всевышний Аллах нас не покинет в этом благородном деле. В этом мы имели возможность за пришедшие восемь лет убедиться в этом. Этим маршрутом издавна пользовались горцы. Оттого и дали такое говорящее название – Дорога предков. Отсюда и перевозили товары на телегах наши прадеды. Несколько столетий узкая тропинка соединяла равненную часть с горным, а это 17 районов. Наши предки не просто делали, а только эта дорога была выходом в равненную горцу раньше. А тогда люди, которые были специалистами, думали только строили дорогу. Почему? Потому что у них не было другой возможности, чтобы его расширить, чтобы его с подъема убрать, с сервантин убрать. Самое короткое, бесперевальное и всепогодное. У народной дороги масса преимуществ. Здесь не будет крутых подъемов и сильных серпантинов из-за теплой погоды и гололеда. И самое главное – путь из равненной части Дагестана в горную сократится в разы на более чем 30 километров. Добавок по обе стороны дороги – красивые пейзажи для туристов. Мы, получается, и дорогу строим, и туристы развиваем. Одно у нас получается. От 10 рублей до нескольких миллионов. Сумма пожертвований абсолютно разная. Однако всех благотворителей объединяет одно – неравнодушие и желание нести вклад в благородное дело. Инициаторы проекта каждый день ведут записи расходов и поступлений. Говорят, все до копейки идет по назначению. В любое время может приехать любой человек, который вложил деньги до рубля. Идет отчет. Хочется, приходит в любое время. Час ночи, два часа ночи, любой день. Понимаете? Не из-за того, что я кого-то боюсь или что-то делаю. Я Аллах боюсь. Понимаете? Перед Аллахом я должен отчитываться. Магомед Саид Казимагомедов – заслуженный строитель республики. В этой сфере более 40 лет. За его спиной десятки крупных проектов. Но, говорит Бузна Санук, из них самый для него важный. Всю жизнь на стройках ушел. Я всюду, на всех дорогах работал. И до тоннеля, и в горах, и в Цехенвале, в командировке, и в Ставровле. Всюду я побывал. Ну, там по бумагам, там всем этим. Ну, день прошел и прошел. А здесь цель есть, какая-то цель, чтобы вот народное, что-то вот внутри бывающее, вот это, чтобы довести до конца у всех такое желание. Руководители проекта говорят, они отбирают самых лучших специалистов, чтобы работа была проведена качественно и прослужила нескольким поколениям. Люди сами изъявляют желание стать частью масштабного проекта. Это не просто возможность заработать, говорят мастера, но и быть частью духовного. Шутка ли сказать, основная масса специалистов работают здесь со дня запуска проекта. Ну, очень приятно быть частью такого проекта, конечно. Хочется какой-то свою лепку какой-то внести. Такое благородное дело. Благотворительность как-никак. Хоть я и зарплату получаю за это, но все равно какой-то керем не будет за это. Сбор средств на строительство дороги все еще открыт. Для завершения столь масштабного проекта необходима любая помощь. В том числе такая поддержка не помешала бы и со стороны государства, ведь экономическое развитие горного Дагестана предполагает прямое участие в этом процессе республиканских властей. Батиман Ханапова, Магомед Магомедов, Новости ННТ, Муйнакский район. Волевой человек и мудрый наставник в Музее спортивной славы Дагестана вспоминали Абдулма Анапа Нурмагомедова. Заслуженный тренер России ушел из жизни два года назад. Почтить его память пришли родные и близкие, коллеги и друзья, воспитанники, все, кому дороги имя и дела Абдулма Анапа Нурмагомедова. Выступавшие отмечали многочисленные заслуги тренера перед республикой и страной. И подчеркивали, что за его успехами и достижениями стояли упорный труд, огромная работоспособность и сила воли. Сегодня у нас такой, можно сказать, вечер памяти человека, который очень много сделал для республики, для страны в плане развития спорта, в плане воспитания молодежи, подрастающего поколения, в плане тех достижений, которые достигли его ученики. И память о нем, чтобы сказать слова, вспомнить его, собрались здесь друзья, родственники, его ученики, спортсмены, те люди, которые были с ним знакомы, знают о нем, много с ним в жизни прошли. Мы с ним уже Абдулма Анапа, к сожалению, в последние годы своей жизни очень много принимал активное участие в общественно-политической жизни республики. Мы с ним встречались на разных мероприятиях, на уровне руководства республики, которые проводили мероприятия. И знаете, я что хочу подчеркнуть? У этого человека было одно умение. Он никогда сильно громко не говорил. Он шумно не поднимал вопросы. Но то, что говорил, он умел так сказать, чтобы это доходило до тех людей, кто должен решать и принимать решения. Это тоже является очень таким, скажем, большим содержимым этого человека. Также на вечере памяти была презентована книга стихов «Скала Кавказа» народной поэтессы Сабигат Магомедовой. Конечно, прежде всего он своих воспитанников, здесь много говорили об этом, но хочется сказать, вот он, представляя своих чемпионов, он мне говорил, вы достойно представляете свою страну, будьте образованными. Он следил за этой учебой. И вот очень приятно, что, в первую очередь, человечность воспитывала своих чемпионов в качестве человечного мира. 400 дагестанцев примут участие в Таркинском забеге 2022. Ежегодное спортивное мероприятие традиционно пройдет в День России в поселке Тарки, города Махачкала. В мероприятии смогут принять участие до 400 человек. Любителям бега будут предложены три дистанции на 5, 10 и 25 километров. Старт и финиш запланированы на смотровой площадке горы Таркитау. И к этому часу у нас все. Оставайтесь с нами.